Когда в Харькове градусники термометров буквально зашкаливают, единственное спасение – быть поближе к воде. С наступлением невыносимой жары харьковчане остужаются в городских водоемах. Часто такой отдых сопровождается распитием спиртных напитков, а следовательно, заканчивается трагически. Пьяные – это понятно. Они в нетрезвом виде, заплывают далеко от берега, не рассчитывая силы, скажем так, тонут. Только на минувшей неделе, рассказывает в ГСЧС, утонуло 13 человек. Большинство из них были как раз в нетрезвом состоянии. Но самое страшное, когда из-за невнимания родители гибнут дети. На выходных подобная трагедия произошла на Печенежском водохранилище. Ребенок находился в воде 2005 года. Парень, ну через 5 минут они вспомнили о него, повернулись, но его уже не начали искать. Потом уже, когда подключились специалисты, он был найден, тонувший. Зачастую к трагическим последствиям на воде приводит не только алкоголь, но и храбрость подростков, рассказывают спасатели на Журавлевском водохранилище. Дети, которые от 12 до 15 лет, в принципе ситуация та же самая. Я докажу другу, что я переплыву на ту сторону, как вариант. Ну а маленькие дети, вы сами понимаете, ребенок 3-4 лет, вода, ну как бы он еще не очень чувствует под собой дно, где-то подскользнулся или переступился, упал и может не подняться просто сам. А вот отдыхающие уверяют, что за детьми следят и алкоголь не употребляют. Даже если отдыхать без спиртного не получается, то воду в пьяном состоянии не полезут. У нас послушный ребенок, он ходит купаться только с мамой и в спасательном жилете. Стараемся поддержать здоровый образ жизни, заниматься спортом. Мы не в таком состоянии алкогольного пьянения, чтобы, не знаю, нет, ну пьяные туда не полезут. Я пить не буду так, чтобы быть пьяным. С начала купального сезона в Харькове утонуло 49 человек, среди них семеро детей. И это уже на два ребенка больше, нежели в прошлом году, рассказывают чрезвычайники. И в который раз просят не оставлять детей без присмотра. Инна Степанишина, Александр Романовский, Агентство телевидения Новости. Романовский, Агентство телевидения Новости.